Привет, господа! Вы находитесь на канале Айхаус Термоплюс и с вами Олег Кузьмичев. Кто хочет энергоэффективные решения, теплые дома, класса, вы попали на этот канал. Смотрите, изучайте и делайте выводы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этом видео, парни и девчонки, мы затронем тему именно оконных четвертей. Я в прошлом ролике, где мы делали теплые откосы, показывал, что они защищают у нас от звукопроницания внутри помещения. Ну а также четверти еще, как декор на фасаде здания выглядит. То есть это уже законченный вид окна. Никаких вам накладок сверху делать не надо, никакого декора. Особенно в климате, там, в Московской области, потому что все выступающие части, вот этот декор, на него сверху падает снег, он начинает там замерзать, отмерзать. И этот декор медленно и уверенно разрушается. В нашем случае, это, наверное, самое лучшее решение. И окна выглядят, когда они стоят вставлены в оконную четверть, намного интересней, строже и эстетичней. Ну, разумеется, у каждого свой вкус. И давайте посмотрим, как выглядит у нас окно, если мы вставим сейчас в четверть. Сейчас, на примере вот этого окна, мы посмотрим, как у нас будет выглядеть вставленная оконная рама. Единственное, мы без стекла будем ее вставлять в оконном проеме с четвертью. Вот у нас уже четверть подготовленная, вырезанная. Мы вот поставили раму, и вот она так уже смотрится в оконном проеме. Вот, наглядно показываю. Конечно, это будет смотреться намного красивее, когда здесь стеклопакет вставится. Здесь у нас внизу подставочный профиль. Делаем все по горизонтали. Объясняю, почему. Когда будет устанавливаться здесь отлив, то здесь мы все запениваем клеем для теплоизоляции. Ну, клей пеной. В дальнейшем он постоит 2-3 минуты, и этот отлив приклеиваем к нему. Будет именно у вас, вот эта зона нижняя, защищена дополнительной теплоизоляцией в виде клея. Хотя бы чуть-чуть, но будет теплее. Ну, и второе преимущество, когда будем стучать по отливу, он не будет таким звонким. Вот примерно вот так это все выглядит. Единственное, здесь надо все фасадным уголком обрамить. Вот примерно такой законченный вид будет окна. Ничего придумывать дальше... Ой, ударился я тут. Ничего придумывать дальше тут не надо. Там установочный профиль под окном, под рам. Он находится у нас в холодной зоне. И чтобы его дополнительно сделать утепление, мы, когда вставляем наш отлив, мы там все запениваем, все полностью. И этот отлив вставляем и на пенку так прижимаем. Положим сюда какой-нибудь пригруз, чтобы у нас отлив этот не подняло. И получается у нас более теплая такая зона. Как нас критикуют в наших роликах, в комментариях, школа утепления фасада. Вот мы же делаем под прямым углом вот эту нижнюю часть. Он рекомендует здесь наклон сделать из цементного раствора, чтобы вода сливалась. Откуда она здесь, вода возьмется? Конденсата нету, потому что воздух не попадает. Ну и бонусом, смотри, звук какой. Теперь вкратце, что нам это дает. Ну, шум ты понял. И дальше у нас установочный профиль. Он защищен дополнительной теплоизоляцией. Ну, не сильно, но дает какой-то эффект. Если там будет цементный раствор, то он не будет защищен от слова совсем. Он будет более холодный. Ну и опять же, у нас более жесткая конструкция. Ее не выгнет ни ветром, ничем, потому что она приклеенная. Так будет выглядеть оно изнутри. Весь наш профиль вставляется в теплый короб. Вот так выглядят изнутри все оконные четверти. Единственное, мы будем их еще ровнять, потому что немножко у нас они гуляют. Те, кто не понимает, как должно устроено окно, именно вот этот проем внизу у нас ровная плоскость. Справа, слева у нас четверть. И сверху тоже. И вот смотрите, кстати, сразу какое заполнение швов идет. Вот мы отрезали, видите? Все плиты теплоизоляции соединены с л-кромкой, замок л-кромка, все заполнено. Вот эти еще окна не готовы. Вот у нас вот такие выпуски. То есть будем подрезать. Ну, давайте вот на этом еще посмотрим, что у нас тут. Вот так замки. Смотрим, здесь тоже замки. Все заполнены. Вот в этом узле обязательно надо оставлять зазор. Далее, вот смотрите, у нас один фасадный уголок подрезанный. Да, я сначала покажу, что он подрезанный. Видите, вот он подрезанный. Вставляется вот в этот зазор. Внутри. Ну, ты красоту сильно не наводи. Надо нам просто показать. Второй у нас снаружи. Вот эта дальше четверть, она будет вот так защищена. Здесь в дальнейшем все заполняется клеем пеной. Вот такая будет у нас конструкция. Ну и сверху уже снаружи базовый слой с сеткой. Заказчик уже заказал окна. Здесь вот стеклопакеты лежат. Вот сами оконные рамы. Парни и девчонки, не делайте вот таких поспешных заказов. Должны окончики приходить и делать замеры по готовой конструкции. Мы не должны подгонять нашу конструкцию под эти окна. Разумеется, мы профессионалы, мы с этим справимся. Но трудозатраты выше в два раза по времени. Потому что все вымерять, подгонять, это никому не интересно. Вам просто это встанет дороже. Ровно на 100%. Потому что по времени занимает это все в два раза больше. Так что не делайте заказы окон преждевременно. Вот у вас, когда будут уже готовы откосы, сами откосы наклеены, без всяких четвертей всего, тогда можно уже приглашать замерщиков и заказывать окна. Им просто говорите, у нас будет четверть, там 3-4 сантиметра. И пускай они под этот размер сами все делают. Вот смотрим, как все истыкано, все швы. Вот это от пистолета, потому что шприцевали. Вот так чистенько выглядит уже подготовленный будущий фасад для базового слоя с сеткой. Но обратите сразу внимание, сколько у нас дюбель грибов на одну плиту. У нас один дюбель гриб на одну плиту теплоизоляции. Вот так выглядит стенка. Конечно, камера плоскость не передаст, но она, поверьте, она ровная. Ну да, погрешности могут быть небольшие, но в принципе она практически идеальная. Вернемся опять же к заказу окон и дверей. Заказывать надо после того, как будет сделан и установлен теплый короб. Вот проблема здесь с двумя окнами и с двумя дверями. Замерщики забыли прибавить толщину именно теплоизоляции. И вот у нас вот эта дверь входная, железная, будет прям примыкать к бетону. Так что лучше все-таки, чтобы они приезжали и делали по готовым уже размерам, когда у вас будет сделан теплый короб. Многие из вас относятся к штукатурным фасадам со скептизом таким. То есть это недолговечно, трещит. Если вы не будете нанимать на работу профессионалов, у вас он затрещит. И вы прибегаете к более дорогому решению трехслойной стены. Дорогие друзья, вот все тонкости утепления фасада в этом плейлисте. Посмотрите внимательно. И также вы найдете плюсы и минусы. Два видео именно трехслойной стены, когда мы хотим облицевать кирпичом. То есть для надежности, для того, что она типа более ремонтно пригодна. Но на самом деле это все не так. Посмотрите внимательно и вы узнаете всю правду про трехслойные стены. Ну а те, кто любит антивандальные, именно штукатурные фасады. У нас вот здесь утеплитель без базового слоя сетки. Это пир-плита с обкладкой со стеклохолст. Это сэндвич-панель. Вот эта 120-я пир-плита заменяет по толщине 250 миллиметров каменной ваты. Если сравнить с пенопластом, 225 миллиметров пенопласта. Пенопласт горит, это не горит. Это более плотный материал. Срок службы 80 лет. Точно он у вас простоит. Пенопласт. Ну сейчас будете говорить, пенопласт более дешевый. Но многие пенопласт только видели из роликов. Фасадный пенопласт F-16. Он рассыпается в руках. Срок службы 20 лет. Так заявляет производитель этого пенопласта. Если взять фасадный пенопласт уже 35-й, он уже будет более дорогой. А если взять фасадный пенопласт уже 50-й, то будет стоить дороже, чем эта пир-плита. Но я вам могу даже сказать, к примеру, фасадный пенопласт, чтобы уже нарезанные L-кромки, он стоит сейчас где-то именно 35-й с L-кромками. 250 миллиметров, потому что 230 не сделают. Стоит примерно где-то 2400 за квадратный метр. Ну вот представьте еще, чем толще ваша теплоизоляция, тем дороже гриб. И на пенопласт все-таки нужно 5 грибов, а здесь один гриб для теплоизоляции всего лишь на одну плиту. Ну а теперь проверим антивандальность ее. Это, говорю, сэндвич-панель. Ох, вмятин нету. Поверьте на слово, я сейчас просто подойду к стенке и постучу. Давно я это не показывал в YouTube. Я никого не уговариваю покупать именно пир-плиту. Каждый выбирает, что хочет. Но вот наши заказчики, когда начинают разбираться в теплоизоляции, тем более мы объясняем, то почему-то все они выбирают именно этот материал. Вот смотрите, я стучу. Кто-то говорит, там мячиком. Блин, аж руку больно. Вмятин нет никаких. Это еще без базового слоя сеткой и без штукатурки. Показывать, как горит, ну, наверное, смысла нет. Он не горит. Обугливается всего лишь на 35 сантиметров и все. Не течет, не плавится. Слабое звено, если в пожаробезопасности. Но это вот, наверное, рондель. Больше ничего, потому что они пенопластовые. Итак, парни и девчонки. Я вам показал именно наглядно, как выглядит узел оконного проема. Это, наверное, самое дешевое и самое практичное решение, особенно для климата в Московской области. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм, потому что многие из вас еще не подписались. Мы проводим там дополнительные какие-то видюшки короткие, тесты. Вот был интересный тест. Нам дней 20 назад 700 квадратных метров надо было покрасить внутри помещения. Купили дорогую краску, дешевую, сделали выкрасы. Через 7 дней мы начали ее там карандашом рисовать на дорогой, на дешевый. И получилось, что дешевая краска, даже по антивандальным качествам, она не уступала более дорогой. И даже в чем-то был ее плюс. Ну, даже по внешнему виду. Как она ложилась на стены. В итоге, там было, надо покрасить было 700 квадратных метров. Сэкономили заказчику порядка 200 тысяч. Дорогой краски надо было купить на 260 или 270. Дешевый на 60 на 70 тысяч. Представляете, 200 тысяч экономия. Мы такие вещи, мы такие вот видушки будем выкладывать, если даже в дальнейшем с чем-то будем экспериментировать. Подписывайтесь на наш канал, телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Вот QR-код. Если вам полезно было это видео Сбербанк Онлайн, пожалуйста, любая сумма приветствуется. Самый, конечно, лучший результат, если вы напишите побольше комментариев, по 10, по 15 штук каждый. Можно поставить там хотя бы по одному лайку и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Итак, всем пока. До новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев. Олег Кузьмичев. Субтитры сделал DimaTorzok